Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! 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 книг на западе сам я был на западе уже известным человеком у меня на западе пять или шесть книг было по моей профессии опубликовано так что меня бы не тронули но зияющие высоты имели мировой успех вот это и вызвало особое раздражение ну да тоже книгу умные беспощадные если бы книжка прошла так так себе ну что меня бы просто перевели вы понизили бы в должностях куда-нибудь передвинули бы еще из профессора там на центре вот и женой посовещались целую ночь сидели что делать ну и решили что целесообразнее выехать на запад и вам буквально в пять дней все оформили и все принесли все документы и ничего такой же родной бросили пришлось бросить все буквально мы уехали с одним чемоданчиком в котором были книжки детские нашей дочери больше ничего и приезжаете вы за границу куда ваш порт приписки был какой куда вы приехали меня выпустили под предлогом чтение лекции в мюнхельском университете но уже когда мы были в аэропорту отобрали визу обратную и мы поняли что это насовсем потому что я-то выезжал по розовой бумажке это виза в один конец фотографии и паспорт надо было сдавать еще платить там 500 рублей каких-то за гражданство но философия если бы вы были математикой писали бы мелком на черной доске формула это было понятно что интернациональный язык там все но философия вся построена на концепциях которых надо выражать язык но я ведь слову философ ко мне применима с натяжкой я же профессиональный логик математический логик и моя наука она политически абсолютно индифферент как раз можно мелом на доске я никогда не был марксистом и меня терпели поскольку я имел мировой успех как логик как математический логик понимаете и ну вот неожиданностью для всех было как появление в моей книге зияющей высоты и для меня самого неожиданностью я не собирался книжку писать получилось а получилось как вот меня интересно уже я ее понимаете ну я мне создали в моей среде репутацию внутреннего иммигранта меня приглашали десятки раз на мировые конгрессы лично вот я разрабатывал свою теорию которая вызывала раздражение вот и сложилась такая ситуация что меня не выпускали на запад и вот создали репутацию внутреннего иммигранта я не был марксистом вот ну и в общем получилось так что я оказался в изоляции еще до написания зияющих высот а вы испробовали на каком-то близком окружении вот эти все ваши формулы то что мы смешно и очень редко дело в том что мои научные работы они печатались на западе они известны были во всем мире я имею ввиду то что было в зияющих высот а ну отрывок некоторые отрывки печатались но не в советском союзе а в западных журналах в газетах но они не образовывали единство ну допустим я построил математическую модель советского общества доказал в этой модели неизбежность кризисов при коммунизме кому не считался без кризисным ну вот как конечно в советском союзе это печатать не могли но кое-какие идеи появлялись в западной прессе и как скорее не столько как социологические сколько как логико-математические я все хотел много лет если с вами свидетельство задать вопрос вы прорабатывали какую-то модель краха существующей системы и после того как этот крах произошел оглядываясь назад до какой степени вы считаете проанализированное вами совпало с действительностью и может быть было что-то чего учесть было невозможно я помимо логики я использую мои логические результаты разработал свою социологическую теорию и теорию коммунизма вполне строгую теорию которую можно было формализовать и с ее помощью делать предсказания все мои книги потом были они прогностические то что я предсказывал все это так и происходило и если такая теория есть то прогнозирование становится почти банально все так ясно все так ясно теория только убеждает скажем предсказать неизбежность кризиса я это сделал уже за 10 лет до горбачева неизбежность краха катастройка перестройки я это сделал буквально на другой год как пришел горбачев тогда вышла моя книга она так называлась катастройка в самом названии уже чувствовать вот ну и так далее все то что касается того вот ныне происходящего в россии все это я предсказывал 10-15 лет того назад но я понимаю что аналитический ум однажды начав анализировать остановиться не может но о том что вы думаете о будущем я вас прошу чуть попозже а сейчас давайте посмотрим сюжет о том как начиналась иммиграция вернее как ее видели скажем американскими глазами да они переселенцы загадочной страны их прибытие к нашим берегам поддерживают нашу веру в ценности нашего демократического общества это волна эмиграции начавшиеся в 1971 году когда советский союз по не вполне ясно до сих пор мотиву разрешил выехать некоторым из своих граждан официальная политика разрешала еврейским семьям воссоединиться в однако советская бюрократия отбросив обычную строгость позволила ускользнуть и другим не имевшим на это никаких законных прав из двухсот пятидесяти тысяч покинувших советский союз за последние десять лет сто тысяч находятся в настоящее время в соединенных штатах и половина из них проживает на восточном берегу где ими созданы собственные поселения со своим укладом жизни языком и культурой это своего рода мини россия где звучит русская речь и видны русские лица здесь своя собственная музыка свои игры и развлечения свои фильмы и даже свои собственные кинозвезды сколько мы продумали вам все это знакомо и близко а вы до сих пор живете конечно я до сих пор живу да да конечно и все эти улицы вот я сейчас смотрю это брайтон бич и русских меньше не становится только ассимилирует еще больше становится еще больше становится не меньше но детки правда американцами становятся ну разумеется но я думаю что те которые живут на брайтон бич и они все-таки такие обрусевшие и все и мы имеем живой карп это все еще есть абсолютно все вот то что вы сейчас видели пельмени когда-то о изобилии продуктов российского происхождения на брайтон бич ходили легенды потому что в самой стране ничего не было там ломились прилавки ломились прилавки всевозможные колбасы сыр и копчение все что вам только угодно сегодня поскольку мы говорим об иммиграции то нам бы надо вспомнить эмиграцию не третьей волны из которой мы ехали даже не второй с которой вы могли иметь какое-то косвенное касательное отношение это не вернувшиеся с войны люди но эмиграцию первой волны когда люди покидали страну не желая ее покидать и отсюда родилась вот это вот легендарная какая-то ностальгия по россии потому что я понимаю люди уехали оставили поместиться в смоленской области со своим там прудом или со своими зелеными лугами стройками с лошадьми и с конюшнями и выехав на чужбину не имея ни простора не привычного им окружения они конечно сковали и одним из выразителей всего этого болезненного ностальгического настроения был конечно александр вертинский посмотрим они в да александро зеленый ığım на в на Продолжение следует... Продолжение следует... Самое трудное, что происходит с эмигрантом, когда он приезжает в другую страну, это ему нужно рядиться в другой костюм фактически, играть роль, которую он никогда не играл. Потому что другой язык вообще подразумевает другую манеру поведения, и ты оказываешься сразу без всех привычных рефлексов. То есть приходишь, и все на тебя там как-то иначе смотрят, потому что ты выделяешься. В Америке, может быть, в меньшей степени, потому что Америка страна достаточно эмигрантская. А ведь вы угодили в Германию, где, как Пушкин сказал, уже немец-булочник не раз открывал свой вас и сдаст. Простите, но мне кажется, все-таки... Вы меня извините, мне кажется, что нам было немножечко труднее. Да? Труднее в том отношении, что вот Александр Александрович, приехав в Германию, все-таки мог получить работу. Правильно? А вот что касается... Верно или это не так? Дело не в этом. Работа — это не проблема. Работа — это не проблема. А для нас это была колоссальная проблема. Потому что мы приехали, по сути говоря, в никуда. Мы так и говорили, в никуда. Но там какие-то деньги давали, да? Там мелкие. Какие-то деньги давали, знаете, на первые... Ну вот буквально первые шаги такие. Несколько месяцев. А потом отбирали. Два месяца. А потом все. Вот мы остались просто на бабах. Понимаете? И нам надо было... Вот мы остались я, мой супруг, ребенок у нас, мальчик был, сын. И надо было платить за апартмент. Надо было платить за свет, за газ. За проезд. За все, что угодно. Понимаете? Просто никаких. Ну просто никаких. Это было... Это было просто... Ну такое тяжелое время. А социобеспечение разве не взяло вас на свое баланс? Вы знаете, что... Поначалу мы, во-первых, об этом и не знали даже. Понимаете? А потом я вам скажу. Мы, во-первых, стали через буквально вот несколько месяцев стали думать о том, чтобы делать мой сольный концерт. Нам помогали. Вот Эмиль Горовец. Да, ну вот слава богу. Да, слава богу. Все-таки как-то. Но что касается постоянной вот такой работы... И все равно этот концерт... Ну хорошо, вот один концерт ты делаешь, а завтра ты остаешься. Тебе это хватает на несколько месяцев, а потом опять надо платить за что-то и где-то брать. Я прошу прощения. Сан Саныч, вы сказали, что работа не проблема. Ну, для меня проблем с работой и с заработком не было. Я имел... Зарабатывал достаточно много, гонорары, я писал много книг. Я за годы эмиграции опубликовал несколько десятков книг, я выступал. Это все где-то собралось? Все, да. Я читал лекции во многих странах мира, включая Соединенные Штаты, Англию, Францию и так далее. Но могу сказать, что я во Франции был за эти годы более двухсот раз, более ста раз в Италии и так далее. У меня другая проблема была. А что же вы нас не пригласили? Да. Моя история началась с 1939 года. Я же уже в 15-16 лет стал антисталинистом. В 1939 году был арестован, сидел на Лубянке, бежал, скрывался и так далее. А вас конкретно, когда вас арестовали в 1939, что вам анкриминировали? Разговорчики? Не просто разговорчики. Я был членом террористической группы, которая собиралась убивать Сталина. Это дело серьезное. Там ведь... И это не выдуманное было, это на самом деле. Правда, у нас оружия не было. А кто-то из ваших донес, как его знали? Ну, я... Со мной произошло по-другому. Я... Ну, условия жизни были очень тяжелые. И на каком-то там собрании я выступил публично против Сталина. Публично выступил. И тут же меня на другой день забрали. Но... Ну, это так долго об этом говорить. И все последующие годы... И я был... Ну, никогда марксистом не был. Я всегда критически относился к советской системе. Ну, и исследовал советское общество. Публиковать это было в те годы невозможно. И вот «Зияющие высоты» — это был первый случай, когда я такую работу... У меня уже 54 года было, когда она была напечатана, представляете? Вот. Когда вот меня выбросили просто на Запад, и я не был диссидентом. У меня таких связей в этой среде никаких не было. Я стал чужим в своей стране. От меня все отреклись. Ну, на моей работе, хотя я ничего преступного не сделал, требовали поставить меня к стенке, понимаете? И так далее. Вот. Стал чужим в своей стране. И выброшен был на Запад. И Запад не стал моим. Понимаете? Я был в полном одиночестве. Все 21 год. И... Ну, ностальгии в обычном смысле у меня не было. Я знал, что это навечно. Что... То, что происходило в Советском Союзе, я знал, как и теоретик, как и следователь. К чему все это ведет. И ностальгии в обычном смысле слова у меня не было. Но было другое. Именно осознание оторванности. Отщепенция. У нас есть звонок. Алексей из Москвы. Алексей, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Большой привет Севе и уважаемым гостям в студии. А я хотел бы вот такую вспомнить историю. Она связана с отказниками. Это было где-то, наверное, начало 70-х. Я еще тогда учился в школе. И у нас появились две, по-моему, да, две молодые учительницы, которые, значит, преподавали музыку. Они совершенно потрясающие были, квалификации. И они были после консервации. А мы никак не могли понять, что это вдруг так в школе, такие совершенно необычные две молодые женщины. Так вот, оказалось, что им просто негде было работать, а потому что они были отказники. И они не могли не устроиться, и поэтому подались в школу преподавать. Вот когда это, наверное, дворники тогда существовали такие же. Там, не знаю, кто еще. Вот была такая волна отказников. Это, по-моему, 71-й год. Вот, собственно, хотел-то релиз. Спасибо, Алексей, большое. Отличная история. Действительно, но нет худа без добра. Консерваторские блестящие женщины преподавали в школе детишкам музыку. И вот это ощущение одиночества вы, собственно, через все эти годы и пронесли. Да. Как только мы пересекли границу, я впал в состояние депрессии. И 21 год был в этом состоянии. И все эти годы мне пришлось усилием воли преодолевать это все, чтобы работать. У вас не было такой мысли, что нужно настроиться на веселый, оптимистический лад вопреки вот этим гадам, которые у вас мыслили? Вот я и насиловал себя. Но ведь, понимаете, когда я выехал в 78-м году, мне было 56 лет. В этом возрасте... Все эти кивоки западные. Все, да. Никаких иллюзий не было ни насчет Запада, ни тем более насчет Советского Союза и так далее. Вот единственная главная проблема у меня была заработать на жизнь и семье, и себе. Ну и я получал бесчисленные приглашения из университетов, и просто из различных организаций со всех концов мира. И так что моя жизнь протекала я и слушатели, вот, и я и зрители, частые выступления по телевидению, вот, по существу. А потом, ну, долго ли длится выступление, а потом мотель, одиночество, дорога, самолеты. Вот как раз об адаптации, о приспособлении к новой жизни, о внедрении в новую реальность, наш следующий небольшой сюжет из фильма 70-х годов. Люди, о которых мы никогда и слыхав не слыхивали, такие как Галина Рабат и Борис Сичкин, известны каждому русскому. И на их концертах залы заполнены до отказа тысячной аудитории, так что остаются лишь стоячие места. Алёша, работа тебе будет никакая, да разве пора книжки постирать, и будем мы с тобой, дорогая, Алёша, захочи я танцевать. Всего несколько лет тому назад они были в России, живя в условиях твердой идеологии, и повседневных забот. Это была жизнь с очередями за продуктами питания, с лишениями, ограниченными удобствами, с предметами роскоши, о которых можно было только мечтать. Может быть поэтому приезжим из России в Америку всё кажется доступным. Они оказываются в мире, где отороченные мехом облака проливаются дождями колбасного изобилия. Господа Нью-Йоркцы, прибывшие с Одессы, я пару слов посуществую. Мир американского изобилия. Каждый выходной праздник, и при этом вспоминается Одесса. Дружески настроенные власти стараются облегчить столкновения с неприятными сторонами жизни в Америке. Мы рекомендуем вам не доверять дверной цепочке. Не пользуйтесь дверной цепочкой, не открывайте дверь на цепочку. Мы всегда пользуемся дверными глазками. Мы смотрим сквозь закрытую дверь. Если за дверь незнакомой, мы ему не открываем. Мы уже говорили вам, что полиция никогда не приходит без уведомления. Представители телефона и компании не придут, пока вы их не вызовете. Мы никогда не открываем дверь незнакомым лицам, особенно в летнее время. У многих нет кондиционеров. Вы хотите оставлять немножко приоткрытую дверь, чтобы из коридора проходил воздух. Не делайте этого. Нельзя. Господа, можем только порекомендовать американский опыт перенести на просторы России. Не открывайте дверь на цепочку, посмотреть, что вы там, милиционер настоящий или нет. А сейчас вернемся к этой сцене в ресторане. Вы же в музыкантских кругах там вращались и знали и Токарева, и всю эту публику. Ну, разумеется, конечно. И там так получилось, что музыканты сразу нашли себе выход на свою аудиторию, но, к сожалению, на ресторанном уровне. На ресторанном уровне. Я немножко пошла другим путем. Я не пошла в ресторан работать. Хотя соблазн был, потому что быстрый кусок хлеба. Был соблазн, да. Нет, одно время, когда вот нас, так сказать, вот эта такая организация Наяна немножко, грубо говоря, вышвырнула, и мы оказались вот так вот ни с чем, то мне пришлось пойти, был такой ресторан Одесса, самый первый, и я пела шоу несколько месяцев. То есть это перед танцами. Как отделение концерта. Я выходила, да, пела, все приходили, слушали. Но в ту пору это 80-й год, и не очень много было эмиграции. Так что они выдержали несколько месяцев. И затем я снова ушла. Но идти в ресторан и просто петь танцевальную программу, это немножко не моя планида, будем так говорить. Я все-таки работала много лет на больших концертных площадках, стадионах, дворцах спорта. И это немножко было не мое. И вот ваше сотрудничество с Шуфутинским потом было? Да, вы знаете, буквально вот когда я приехала в Нью-Йорк, это был 80-й год, Миша приехал, наверное, если я не ошибаюсь, где-то в году 82-м. И тут же позвонил. И мы его встретили, пригласили. А вы с ним работали вместе? В Москве мы никогда не работали. Мы просто встречались в общих больших концертных программах в городах. И мы его встретили. И вот таким образом у меня намечались концерты в Канаде, еще где-то. И я говорю, Миш, поехали со мной? Поехали. И вот наши первые концерты были. Он поехал аккомпаниатором сначала? Да. Вы помните все случаи жизни, когда вас снимали на телевидении? Я на всякий случай спрашиваю, потому что... Снимали где? Ну вот вы на сцене, а вас снимают. Таких случаев слишком много, чтобы все упоминали. Вы знаете, наверное, да. Думаю, что да. Ну тогда давайте раннюю Нину посмотрим и определим, примерно какой этот год может быть. Хочешь я в глаза взгляну в твои глаза, И слова припомню все и снова повторю. Кто тебе сказал, ну кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю? Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит звенья. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Верить не хочу, и думать не хочу, что придет разлука, и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит звенья. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Если на беду, а если на беду разлучит судьба нас не во сне, а на яму. Всю землю обойду, всю землю обойду, океаны и моря переплыву. И на зло судьбе, разлучницы судьбе, вновь глаза взгляну твои и тихо повторю. Кто сказал тебе, кто сказал тебе, кто придумал, что тебя я не люблю. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце моем звучит звенья. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби, ты всегда люби меня. Да, господа, сегодня у нас стеклись две стези человеческих, так сказать, ипостасей. Математическая логика и вокал. Не вокалисту, вокалисту не понять. Потому что вокалист, однажды почувствовав себе голос, уже не может остановиться. Этот голос его самого будоражит. Он сам от него трепещет. Ему здоровье добавляется от пения, певцу. Я вижу, что вы не смогли удержаться и спели вместе с собой. Я хочу немножко забежать вперед сейчас и вернуться к сегодняшнему дню. Потому что все три героя, сидящие сегодня за столом, так или иначе оказались в Москве, на российской территории. Так или иначе вернулись. Ну, предположим, я вернулся на два дня для записи программ. Но это ничего не значит. Все равно я вернулся. А вы вернулись на довольно долгий срок. Навсегда, насовсем. Я вернулся в 99-м году. Шесть лет назад. Да, прожив 21 год там. Ну, я ведь оказался на Западе не по своей воле. Понятно. Так и никогда не думал, что я вообще окажусь за границей. Вот, и я уже был в таком возрасте, когда, ну, жизнь на Западе для меня стала очень трудной. В особенности, когда произошло нападение на Югославию, вот, я по поводу этого нападения США и НАТО выступил. Моё выступление было опубликовано, в частности, в газете «Лемонт» во Франции. Оно вызвало такую реакцию, что ко мне резко изменилось отношение на Западе. Ну, да. Ну, я там высказал такую идею, что это фактически нападение на Западную Европу, что следующей жертвой мировой агрессии становится Западная Европа. Ну, так сейчас вы можете. Я как раз говорил тогда о том, что будут происходить явления, вот сейчас, знаете, во Франции. Ну, если уж встать на сторону людей, которые учинили нападение на Югославию, они же, в общем, за мусульман, за Косовских заступились. Ну, вы знаете, это всё поверхность явления. По существу, там гораздо более глубокие причины. Происходил процесс глобализации. Ну, это не будем глоблять. Ну, из этого моего заявления вызвало на Западе, истолковано было неверно, сразу целый ряд моих книжек были заблокированы. Ах, там тоже телефонное право есть какое-то. Ну, что вы, там цензура, дай бог, всякому. Правда? Да, вот за одну книгу, она уже переведена была на целый ряд языков, я гонорары получил, уже прожил, вот-вот, её заблокировали, всё. Это кто, издательство или на каком-то другом уровне? Там указаний никаких не нужно. Издатели там без всяких указаний действуют очень дружно. Очень дружно. Ну, это, вот сейчас они стали разбираться, что их оценка моих этих работ оказалась ошибочной. То есть, следовало прислушаться к тому, что я говорил. Ну, вот, и потом мне уже было, знаете, сколько лет до этого времени вернуться было невозможно просто. Правда, мне вернули гражданство в девяностом году, но там всё равно практически было невозможно. Был у меня конфликт с Ельциным потом на французском телевидении. И пять до... А с Ельциным вы из-за чего разошлись? Вышла моя книга «Катастройка» как раз. Ну, и приписывая, написанная для него книга. Вот, и у меня во Франции репутация сильная была. Книга моя стала там бестселлером. Его книгу... Ну, там книга беспомощная была. Совершенно беспомощная. Ну, и там он расхвастался, что вот он придёт к власти и ликвидирует бюрократию, ликвидирует привилегии и так далее. А я сказал... Ну, это был фильм сделан на эту тему, так что это даже можно сейчас посмотреть. Вот, что ничего подобного. Бюрократия вырастет, по крайней мере, вдвое. А привилегии, привилегии советской номенклатуры по сравнению с тем, что вы нахапаете, будут выглядеть жалкими. Ну, так и произошло. Так что, конечно, о возвращении думать нечего было. Ну, а потом, к 99-му году, мне в моём возрасте иметь профессуру в западных университетах, это уже было невозможно. Пенсия... Ну, и мне в Москве предложили работу, когда я ещё там был, в Московском университете, ещё в литературном институте и в других заведениях. Ну, и я принял решение. И работаю до сих пор. Я здесь могу работать хоть до 100 лет. Ну, так вы в отечестве-то классик с таким количеством книг мирового класса. И на родном языке учить и так далее. Но срослось или нет? Вот когда вы вернулись в другую страну. Вы знаете, я должен вам сказать, что... Когда я на Западе был, я говорил тогда, что я в Россию не вернусь никогда. И в Советский Союз не вернусь никогда. Вот. Ну, это истолковали. Но ведь я... Что вот ты сказал, что не вернёшься, я сам вернулся. Но я же вернулся не в Советский Союз. Я вернулся уже в несоветскую Россию. И по существу Россию чужую мне. Я всё равно здесь не ощущаю себя своим. Это всё то, что происходит сейчас в России, это ещё даже... По-моему, даже ещё хуже, чем в советские годы. Вот. И перспектив на улучшение тут я не вижу никаких. В ближайшее время. Да. Ну, я работаю, имею дело с молодёжью. Читаю лекции. Мне это интересно. Много публикуюсь. Много. И не только... Ну, в газетах, в журналах. То есть, приходится отбиваться от предложений. Общаюсь, выступаю с публичными лекциями. Скажите, в вашей картине будущего есть ли какой-нибудь элемент в нынешней российской жизни, на который можно надеяться? Скажем, у меня есть идея развития малого и среднего бизнеса, который создаст, знаете, горизонтальные связи. Булочник будет, сапожник будет меняться. Видите, одно дело западный мир. Там эта система складывалась веками. Веками. Она гармонична именно в таком виде. Для России она непригодна. Иногда тут чуждее. И Россия никогда не превратится в страну западного типа. Не тот человеческий материал, не тот климат. В общем, вся совокупность условий. И, кроме того, идет грандиозная мировая война. Россия ведь разгромлена. Она разгромленная страна. И народ вымирает. Через 25 лет, дай бог, если останется миллионов 50. Так что Россия обречена. И, хотя тут националисты говорят, Россия станет чуть ли не центром мира, возглавит. Но это идиотизм. В таком состоянии ждать, что она поднимется и что-то возглавит, это бессмысленно. Что недостаток идеалов каких-то губит страну. Ну, идеалы, идеалы разрушены все. Конечно, эти, во-первых, марксистские идеалы, марксистские идеологи, они уже оказались дохлыми. Еще вот я в 1939 году уже отвергал марксизм, как неадекватной реальности. И его сейчас отбросили. А возрождается сейчас в России религиозная идеология, то есть дремучая, средневековая. Вместо настоящего христианства. Вместо, да. Мутным потоком течет в Россию все. Самое худшее из Запада. Самое худшее. Огромное количество, всякие секты и так далее. И рассчитывать на то, что выработаются какие-то идеалы бессмысленно. Это я говорю как профессионал. Как профессионал. Ой, посмотрим теперь еще один сюжет из русских здесь. О трудностях и привыкании за границей. Измотанные повседневной борьбой, не имея опыта передвижения и не усвоив образ жизни в свободном мире, большинство советских эмигрантов не понимают здешней предприимчивости. Многие объединяются в группы, чтобы отправиться на экскурсии под предводительством гида. Даже на экскурсии в тех городах, где они теперь живут. Организуемые Марины экскурсионные поездки – это краткие ознакомительные курсы по Америке. В первую очередь это непременно урок географии. Манхэттен бридж, извините. Вы увидите Манхэттен бридж. Бруклинский и Манхэттенский бидж. Бриджи соединили Манхэттен с Бруклином. Паури и Пелл. А справа Сан-Джон-де-Дивайн. В Америке есть чем заняться и места, которые стоит посмотреть. Гигантский отель Плаза. На ланчи, на бранчи. С левой стороны Сакспи в Севеню. А все то... Краткое, но всеумъемлющее рассуждение о самом важном из всех американских непременных атрибутов – о деньгах. Дорогие друзья, мы с вами находимся на Уолл-стрит. Мы с вами проезжаем крупнейшую и мощнейшую фирму под названием Мэри Линч. Крупнейшие брокеры. Таких как фирма Роккепеллер, таких как фирма Морган. Вы видите здание «Американ Эксчендж». Но обучая и образовывая других, Марина постоянно должна учиться и сама. В Америке с тех пор, как я открыла собственное дело, я не припомню дня, когда бы я чувствовала себя счастливой с начала рабочего дня и до конца. Я, возможно, и смогла бы почувствовать себя счастливой на какие-то 10 минут, но затем я стала бы думать, а что будет завтра? Необходимо научиться иметь дело с конкуренцией. И мне кажется, что конкуренция – это самое трудное, чему приходится учиться в Америке. Крайне трудно научиться, как вести борьбу на законном основании, поскольку все мы, приехавшие в эту страну, в чем-то очень агрессивный, на мой взгляд. И всем нам хочется иметь собственное дело. Мы этого жаждем. И когда я открыла собственное дело, а пару месяцев спустя кто-то решил тоже заняться этим же бизнесом, то моим первым побуждением было пойти и убить его. Но потом мне пришлось научиться, как это сделать не впрямую, как улучшить дело и как попытаться самому стать лучше, а также как привлечь еще людей. Так что здесь нам приходится учиться другому образу мыслей. Виктор, мы вас слушаем. Алло! Сева, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, господа, сидящая в студии. Добрый вечер. Немножечко запоздалый звук идет, поэтому я буду говорить, в общем-то, наверное, так чуть-чуть с опережением. И, говоря вот к господину Зиновьеву, мне настолько приятно слушать, в общем-то, то, о чем он говорит. Это настолько наболевший на душе. Недалее, как час тому назад, мы собирались с друзьями, в мастерской сидели, выпивали бутылочку и вспоминали 70-е годы. Был у нас в Минске такой офсищер, герой Советского Союза, летчик, воевавший. Это человек, который наставлял нас на путь истинный тогда, ну, как его называли, отщепенцем. Это был диссидент, очень серьезный человек. Впервые открыл нам глаза на марксизм, в общем-то, на весь его негатив марксизма. У него умирала жена в 76-м году, мы сегодня, в 77-м, извините. Кагбисты блокировали дом, он жил напротив цирка. Ему не давали, отключили воду, свет, перекрыли кислород по отношению к скорой помощи. И только друзья врачи приходили к ней, значит, ну, умерла она у него на руках. Вот, и у него была дочь Таня, она эмигрировала потом вместе с отцом в Израиль, Таня Офсищер. Многие прочили нам, как бы, совместные перспективы, скажем так, сейчас, наверное, она замужем, наверное, уже у нее много детей, красивейшая женщина. И мы сегодня сидели, вспоминали, в общем-то, о них. Это тяжелые времена, но, говоря вот к Александру, могу сказать следующее, что ничего не изменилось, и если вы хотите окунуться, в общем-то, в тот период, замечательный Брежневский период, вот, и до Брежневский, скажем так, то приезжайте к нам в Белоруссию. Вы посмотрите все это в более махровом виде, вот, и поэтому огромнейшее желание покинуть эту страну, Белоруссию у нас сейчас. Масса друзей моих, которые уехали, сейчас находятся в Канаде, в Израиле, в Америке, и вот сегодня показывали ресторан, даже одно знакомое лицо там пролетело, еще из тех, наверное, первых, которые уехали. Вот, и мы сидели сегодня и думали о том, а куда уехать. Уехать в Россию, в общем-то, я согласен, что Россия, да, она изменилась, но та ли это Россия, о которой мы мечтали, и та ли это страна, о которой мы мечтали. Все-таки мы, наверное, выродки тех, кто нас воспитывал, той идеологии, которая нас воспитывала, которая вселяла в нас надежду на что-то мифическое, такое вот высокое, чистое. Мы совершенно другие люди, мы совершенно отличаемся от тех, кто живет на Западе. Наверное, мы нигде не сможем жить и никогда не сможем построить той страны, о которой мы мечтали. Но, тем не менее, глядя на вот этих людей, которые сейчас грабят все, а грабят ли они, опять-таки, вот этот вопрос задаешь. Но, если ты у кормушки, ты живой. Если ты не у кормушки, то даже своим умом, даже своим старанием, даже тем умением, которое нажито за эти 50 лет, ну, наверное, ничего ты не сможешь делать, все равно на этом уровне останешься. И, сева говоря о вашей идее на предмет малого и среднего бизнеса, ну, я бизнесом занимаюсь, художник по образованию, к сожалению, мне пришлось это оставить. Сейчас очень жалею, а для художника это предательство, вы сами понимаете. Наверное, сейчас многие узнают по моим словам, мою идею, и многие узнают, кто это говорит и как это говорит. Могу сказать только одно, сева. Ничего не изменилось, ни на советском, ни на постсоветском пространстве. С удовольствием смотрю ваши передачи, это единственная отдушина, в общем-то, для нас. Мы все равно живем тем роком, который мы слышали. Мы живем вашими замечательными передачами, сева. Огромное вам спасибо. Поверьте, что в Беларуси вы, ностальгия, и вы, сева, это отдушина для тысяч людей. Виктор, огромное спасибо за звонок. Огромное спасибо. Замечательные слова сказали. Спасибо. Это был Виктор из Минска. Вот вы бы что ему ответили? Я выслушал, я его хорошо понимаю. Хорошо понимаю. Я думаю, что он и меня хорошо понимает. Ситуация, в общем, для многих людей, ставших в той или иной форме, в то или иное время иммигрантами, для большинства трагическая. И изменить ее существенным образом невозможно. Кто-то сказал, если ты однажды оказался в эмиграции, то ты иммигрант навсегда и везде. Вот я шесть лет уже живу вроде бы дома, но я не чувствую себя дома. Я, понимаете, все равно уже жизнь сломана. И это одно из проявлений трагичности всей нашей эпохи. И тут надеяться, что какая-то форма бизнеса, что это даст бессмысленно. Ну, где-то в другом месте, возможно. Но не в России. Но не в России. В России, ну, это особый вопрос. Особый вопрос. Я стараюсь быть объективным. Я профессиональный исследователь. Я прилагаю титанические усилия к тому, чтобы, ну, хоть за что-нибудь зацепиться. Понимаете, как за, ну, какой-то просвет. И вот самому хоть найти эту зацепку. А вот представьте себе, что на том семейном совете ночью вы сказали бы, никуда не поеду. Ну, сажайте, если хотите. Я остаюсь в своей стране. Вот у меня расчет был такой, что, ну, 12 лет тюрьмы. Ну, 12 лет пройдут, но я все-таки останусь. Но что будет с моей женой? Ей уже место нашли где-то в районе Омска. И лишение родительских прав. Понимаете, положение было безвыходное. Абсолютно, да. У нас звонок от Натальи из Сталина. Из Сталина Наталья. Наталья, мы вас слушаем. Наталья. Да, да, да. Говорите. Здравствуйте, добрый вечер, Сева. У меня такой вопрос. Я хотела бы узнать, откуда, из какого города вы в свое время эмигрировали? Я. Вы меня имеете в виду? Сева, да, вас. Вас, вас, я спрашиваю. Я знаю, почему вы меня спрашиваете. Я в Таллине жил и закончил там среднюю школу. Оттуда уже потом поступил в Ленинград и дальше в Таллине возвращался, кроме 1963 года, когда я в эстонском пароходстве штурманом работал там года полтора. Потом снова вернулся в Питер. И из Питера я уже уезжал за границу в 1975 году в ноябре 18-го числа, как сейчас помню. Так что это все состоялось из тогдашнего Ленинграда. Спасибо вам за звонок. Ну, вот так вот. Кто откуда уезжал? Ну что же, у нас грустная история получается. Что-то очень грустная история. Да, но что делать? Эмиграция – это грустный процесс. За одним исключением скажу. Если человек к эмиграции готовится заранее, как к театральной роли. Я всегда сравнивал эмиграцию с тем, что ты меняешь костюм, меняешь язык, меняешь манеры и начинаешь на каком-то другом языке другим человеком становиться. Мне это частично удалось, потому что я там был в иностранном браке 17 лет. Мне выправили кое-какие манеры, язык починили и так далее. Так что я иногда минут на 10 притвориться могу довольно успешно. Потом начинают мелкие сбои, слышно, откуда человек и что он из себя представляет. Но давайте мы посмотрим сюжет про Годунова. Был такой танцовщик, который тоже довольно трагически все это дело кончил за границей. Давай кончик сделаем, а? Без бега, только вот эту остановочку. Смотри, вот стеклянные глаза. Крест, да? Окрест. Баш? Нет, 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 крест. Вот ты делаешь движение, а у тебя все там, 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 в одну точку. Так, мы попробуем, посмотрите, как выглядит. КОНЕЦ Эх, герой. А умер трагически в одиночестве, в квартире. Вы знаете всю историю. Потом нашли, там, у него на банковском счету деньги остались, а сам в полном одиночестве умер. Вроде бы даже спился, я не знаю, зачем. Но эмиграция рождает не только грустную историю. Есть масса всяких довольно успешных предприятий. Вспомним хотя бы Бродского с ее Нобелевской премии, или Мишу Барышникова, который сумел не только приспособиться, но и успешно войти в западную жизнь. Был директором Нью-Йоркского театра балета. Да и немало у нас. Безнасловно. Ну, вы знаете, я тоже не жалуюсь эмиграцию. Вы просто затронули этот успех. Да, да, вы честно сказали совершенно. Я имел успех. У меня больше сорока книжек было напечатано. Сотни, если не тысячи статей, бесконечные выступления, телевидение, радио, все время аудитория. Да. Знакомые по всей планете, всех различных уровней, начиная от самых высших лиц страны и деятелями искусства. Понимаете, все это было. Но вы подняли такой аспект. Да, да, да. А в семье у вас все благополучно? Да, у меня уже в эмиграции родилась дочь. Тогда мы побили рекорд мировой. Мне было 68 лет, а моей жене 45 лет. И глаза его загорелись. Потом наш рекорд побили какой-то французский актер и потом русский актер. Да. Ну, детям тоже нелегко было выживаться. Все-таки, вы знаете, что такое немецкое... Сейчас вот моя младшая дочь, ну, она в школу ходила в Германию, немецкий язык у нее родной, и она, так сказать, рожденная немка. И тут получилось так, что она... Вот тут училась в немецкой школе, но потом в музыкальной школе и в училище. Сейчас в музыкальном она... Вот. И она в российском коллективе. Она счастлива. Там этого нет. Ага. Вот. Ну, и тоже плюс возвращение. То, что, скажем, я 21 год прожил на Западе, имел бесчисленные общения и разговоры, но ни одного случая не было общения такого, которое здесь в России является обычным. Да, 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 да. А тут сколько хочешь, понимаете? Это вот... Ну, во всем есть плюсы и есть... Абсолютно. По поводу общения с аудиторией, у нас есть Анна из Москвы. Она у нас сейчас на прямой линии. Анна, мы вас слушаем. Анна, Москва. Здравствуйте. Я вот хочу сказать по поводу, кто живет из родственников в Германии. У меня живет свекровь. Живет уже 13 лет. Значит, живут они в прекрасном месте в Баварии. И вот недавно, менее месяца назад, муж вернулся, вот, и чего не в гостях. Мама, которая вот в этом году, ей исполнилось 80 лет. Ее прекрасно поздравил мэр из города. Подарок. Все это было так вот прекрасно обставлено. И вот мы, конечно, рады все за нее, что ей 80 лет, что она прекрасно выглядит. И что вот эти 80 лет, возможно, бы она в северном уральском городке так бы не отметила. И вот от нее пришла нам всем. А у нее трое детей, двое с ней, два сына. И старший сын живет здесь, в Москве. Мой муж. Значит, повторю, что мама стопроцентная немка. Здесь ей пришлось пережить, ой, как много всего. Ну, в общем, не будем об этом говорить. Пережила очень-очень много чего нехорошего и тяжелого. Так вот, на сегодняшний момент у нашей Зелы Яковлевны 7 человек внуков, которых она, к сожалению, не видела. Вернее, 7 человек правнуков. Это у нас с мужем 7 человек внуков, а у нее правнуки. Так вот, пришло от нее видеопоздравление, видеописьмо, точнее, нам всем. И вот она нам говорит. Значит, спасибо, что вы мне там фотографии послали, пленку всех внуков. И вот, слушайте, какие она нам говорит слова. Вы не представляете, в какой вы живете прекрасной стране. Лучше, чем Россия, нигде в мире нет. Это говорит стопроцентная немка, я повторяю. Вот. И у нее слезы на глазах, и она говорит, любите свою Россию. Это вот первый момент, что я хотела сказать. А второй момент может быть неожиданный к Александру Николаевичу. Я не ошиблась в отчестве. Александр Александрович. Что-то я забыла. Так вот, да, Александр Николаевич, может быть, для вас сейчас очень неожиданно прозвучит такое сообщение. Вы во всех своих публикациях подчеркиваете свою антиправославную сущность. Но выходит такая газета, новая, православная, называется «Дух христианина». И они там дают, ну, как нынче вот это модно, рейтинг писателей, ну, там, журналистов-писателей. И у них есть, значит, список из десяти православных писателей, который начинается с Валентина Распутина и заканчивается Александром Зиновьевым. Это может показаться странным, но мне кажется, нет. Что ведь главное не писать через строчку «Бог» с большой буквы, а, наверное, от того, что любовь к Родине, боль за нее, она более человека определяет русским и православным, чем наличие, извините меня, больших крестов на груди. Спасибо и всем вам здоровья. Спасибо большое, Анна Александровна. Вам придется ответить. Ну, что сказать. Я не являюсь анти-православным. А у вас с христианством какие-то есть отношения? Я атеист. Атеист буквально с раннего детства. И как ученый я достаточно хорошо понимаю, что религиозное учение является ложным, что в настоящее время в России реанимация религии играет роль глубоко реакционную. Это занижает и интеллектуальный уровень населения, и идеологический, и нравственный уровень. Если оставить церковь, сама идея высшего логоса, создателя и так далее. Ну, это ложная идеология. Ложная. Ложная средневековая. И она уже была раскритикована по-настоящему много столетий назад. Во всем мире церковь отделена от государства. Ну, бог с ней церковь. Я сейчас говорю о личности, которые бог может искать. Как вы можете их разделить? Если вы, скажем, ликвидируете церковь, религиозные идеи умрут, исчезнут в кратчайшее время. Ну, не обязательно в церковь ходить. Можно самому до чего-то додуматься. Ну, кто-то, ну, сами, что вы сами изобретете религию. Ну, это будет кустарщина. Можно, я знаю, священное писание почитать. Ну, 21 век. 21 век. Все-таки 21 век. Вот. Тут даже вот марксистская идеология, светская, гражданская, претендовавшая на научность. И то она оказалась ложной, неадекватной реальности. И сыграла роль глубоко негативную в советской истории. Вот. Ну, что поделаешь? Ну, я, что я могу сказать? Но, несмотря на это, я с детства придерживался такого принципа, который мне, этот принцип мне сформулировала моя мать. Не играет роли, существует Бог или нет. Но ты, сын, говорила она мне, должен жить так, как будто бы какое-то высшее существо наблюдает каждый твой поступок и читает каждую твою мысль. И вот я могу сказать, что я свою жизнь прожил, так, с этим принципом. Я даже научился, даже с детства научился, даже в мыслях не совершать греховные поступки, бездравственные. Не то, что наяву. В этом отношении моя позиция, я в «Дияющих высотах», я ее обозначил, как позиция верующего безбожника. Да, есть такая шутка, что я, говорит, вообще в Бога не верю. А вдруг он есть? Давайте посмотрим сюжет сейчас про успешного эмигранта Вилли Токарева, который тоже был и вернулся. Забруженный авто, едут эмигранточки в меховых пальтох, едут в рестораны на танцы и растрадах, рассказать всем манцы, показать караты. Ехали по Брайтону, два автомобиля, в первом Циберович был, а во втором был Миля. Ехали, спешили, чтоб в кабаку спеть, там оркестр в восемь начинает петь. Ой, нет нигде стоянки, Брайтон весь забит, им уж не до пьянки, их уже знобит. Вдруг они местечко увидели вдали, и к нему рванули, быстро как могли. Ой, но столкнулись оба, пусть какой завал, а в это время кто-то свой кар запарковал. Миля вынул туру и нажал курок, Миля Циберович преподал урок. Ой, Миля Циберовича, как отца любил, но из-за стоянки он его убил. Где же здесь машину мне запарковать, если здесь за место стали убивать? Откуда же вы такие психически больные? Вас говорят, с России забросила стихия. Поверьте и поймите, мы все на динамите. Так вы что с ней стреляете? Пойдите, погуляйте. Вот тот спервертоц, куда же я приехал? Вот тот спервертоц, куда же прилетел? Вот тот спервертоц, мне очень не до смеха. Вот тот спервертоц, мне это я хотел. Улицы на Брайтах, запрошенный авто, едут иммигранточки в меховых пальто. Едут в рестораны, на танцы и растраты. Рассказать семансы, показать караты. Надо подводить итоги нашего иммигрантского опыта и, может быть, дать какой-нибудь совет, иногда неожиданный, поколению новому или среднему, которое думает избавиться от своих проблем через эмиграцию. Ведь известно, что человек, уезжая, проблемы свои увозит с собой. А перемены места проблемы не изменятся. И сумма не меняется. Пару слов скажу. Это очень важный вопрос. Жаль, что у нас времени мало осталось. Сейчас для России сложилась такая ситуация, как вы уже в самом выступлении сказали, что мир оказался открытым. Можно уезжать куда угодно и потом возвращаться. Это в какой-то мере есть очень серьезное завоевание этих последних десятилетий. У меня студенты задают этот вопрос в самых различных учебных заведениях. Я отвечаю на него так. Проблемы свои увозят с собой. От перемены места проблемы не изменятся. И сумма не меняется. Пару слов скажу. Это очень важный вопрос. Жаль, что у нас времени мало осталось. Сейчас для России сложилась такая ситуация, как вы уже в самом выступлении сказали, что мир оказался открытым. Можно уезжать куда угодно и потом возвращаться. Это в какой-то мере есть очень серьезное завоевание этих последних десятилетий. У меня студенты задают этот вопрос в самых различных учебных заведениях. Я отвечаю на него так. Сейчас наступило такое время, что главным становится для молодых людей. Это становиться как можно более значительными личностями. Учиться, развивать способности. Если представится возможность куда-то ехать, езжайте. Для очень многих людей в России пути нет сейчас. Даже в таких науках, как физика, математика и то, они уже с третьего курса думают уехать. Я думаю, что в какой-то мере в этом есть большой плюс. Но с другой стороны, пример всех трех нас сегодня, вернувшихся на разные сроки сюда, на работу, показывает о том, что это процесс двусторонний. Но то, что сейчас происходит, это не эмиграция. Это для нас была эмиграция, понимаете. Так или иначе, добровольно уезжали или выбрасывали. Это действительно было навечно. Считалось навечно. То, что я вернулся, это дело случая. Я до сих пор как-то в это поверить не могу. А сейчас именно мир открылся. Мир открылся. И эту возможность молодые люди России должны использовать. Я думаю, что это замечательная мысль, за которую мы и поднимем наш последний тост. За то, чтобы, господа эмиграция, в частотном словаре русского языка был одним из самых малоупотребительных слов. Чтобы люди ездили куда им надо, поработили по учебе, и накопленный опыт и знания возвращали бы в Отечество. В Россию. Да, в Россию для укрепления страны. Потому что уезжаем мы, господа, или приезжаем. Но от страны откреститься нельзя. Здесь мы родились, и по определению это Родина. Так что с этой мыслью мы простимся с вами. И мы ее любим. Да, и встретимся с вами, господа, в том же месте, в тот же час. На будущей неделе вы смотрели программу «Сивология» на канале «Ностальгия». Счастливо! Спасибо.